1. Перекором. Пожалуй, первая и самая распространенная ошибка – это перекором. То, что рыбок надо кормить чаще и больше – заблуждение, которому поддается большинство людей, совсем недавно купивших аквариум. Во-первых, это может привести к засорению фильтра, так как питомцы не успевают съесть весь корм. Во-вторых, пища, которая остается на грунте, со временем начинает окисляться, гнить, и образует вредные для рыб токсины. К тому же, перекором негативно сказывается на здоровье и физическом состоянии аквариумных обитателей. Понять, что вы перекармливаете ваших рыбок очень просто, есть несколько признаков, указывающих на это, рыбы не успевают съесть всю порцию корма в течение короткого времени после кормления, обычно 2-3 минуты, после кормления заметны остатки пищи на грунте, аквариум быстро становится мутным, увеличивается количество водорослей в аквариуме. Если вы заметили что-то из вышеперечисленных признаков, значит пора откорректировать кормление рыбок в аквариуме. Иначе такой рацион приведет к заболеваниям ваших маленьких друзей. 2. Неправильная частота кормления. Вторая и не менее частая ошибка – это неправильная частота кормлений. Количество кормлений в день зависит от возраста рыбы. Взрослых рыб можно кормить всего один раз в сутки, молоде лучше давать пищу 2-3 раза в день утром и вечером небольшими порциями. Если вы хотите кормить рыб чаще, то определив суточную норму, просто разделите ее на несколько порций. 3. Выбор питания. Корм для рыб меняется в зависимости от их возраста. Например, для мальков и взрослых рыб корма будут кардинально отличаться. Выбор корма также зависит от типа питания. Например, для донных рыб необходимы специальные тонущие корма, а для других лучше подходят плавающие гранулы. Не кормите рыб продуктами с вашего стола. 4. Сухой зоопланктон в качестве основы рациона. Многие начинающие аквариумисты отдают предпочтение сухому зоопланктону – гомморус, дафния – для своих рыбок. Однако в качестве основы такой вид питания не полезен для аквариумных рыбок. Сухой зоопланктон – это несбалансированный корм. Он не обладает такой же питательной ценностью, как специализированные корма. 5. Однообразное питание. Последняя ошибка в нашем списке – это однообразное питание. Сегодня существует огромное количество различных кормов, но многие дают своим аквариумным рыбкам одну и ту же пищу изо дня в день, а это неправильно. Периодически в рацион нужно вносить полезные изменения, это позволит вырастить здоровых рыбок. В нашей статье мы перечислили основные ошибки в кормлении аквариумных рыбок. Их часто совершают не только начинающие аквариумисты, но и те, у кого уже давно есть аквариум. Но это лишь некоторые моменты, и мы рекомендуем вам внимательно изучить информацию по конкретному виду рыбок.